Всем привет, с вами Стас и я объявляю новогоднюю распродажу по цене 3390 рублей, а это на 100 рублей больше, чем стоимость клауд-курса вы получаете клауд-курс, я хочу бить 2.3 и две дополнительные консультации в скайпе. Подробнее в конце видео, чтобы заказать, напиши мне, ссылка в описании, погнали! Это видео будет полезно в первую очередь тем, у кого есть MIDI-клавиатура. Ни для кого не секрет, что вы умеете играть на фортепиано, это довольно полезный навык для битмейкера. Я тоже так считаю, поэтому в начале года сходил, взял примерно 20 личных уроков у преподавателя. У меня был отличный преподаватель, она мне очень помогла, но к сожалению я пока не могу ходить на занятия, но ничего не мешает заниматься дома, как в общем-то и вам. И на буржуйском ютубе я наткнулся на многочисленную рекламу программы Melodics. Скачал, попробовал, классно, круто. Но есть один минус, мы живем в стране с очень дорогим долларом и не очень дорогими персональными занятиями. Для примера, Melodics стоит 30 долларов в месяц. Если вы захотите взять один личный часовой урок где-нибудь в Сан-Хосе, то это обойдется вам плюс-минус 80 долларов, что в общем-то довольно выгодным делает для нас Melodics. Но вы посмотрите сколько стоит в России примерно среднее часовое занятие с преподавателем, то убедитесь, что если постараться, то можно найти преподавателя за 400-500 рублей. И в данном свете Melodics выглядит не очень выгодно, потому что по цене месячной подписки вы сможете заниматься 4-5 раз с преподавателем. А 4-5 занятий в месяц с преподавателем будут на 100% гораздо более продуктивными, чем даже целый месяц заниматься в Melodics. И напишите в комментариях, если вам удавалось найти преподавателя дешевле, чем за 400 рублей за час. Поэтому я задумался о поиске более бюджетного или более бесплатного аналога, и он есть. Эта программа называется Synthesi. Она стоит 29 долларов. Вы можете купить ее на сайте. И она, кстати, как AFL Studio, покупается на все время. Можете скачать демку на сайте или взять ее еще где-то, это не важно. Суть в том, что это отличный тренажер. Именно тренажер с кучей разных режимов, который позволит вам прокачаться в вашей игре на фортепиано. Да, у Synthesi есть свои особенности, но забегая вперед, скажу, что софтина топовая. И вы можете сказать мне на это, это реклама. На что я с глубочайшим своим сожалению вынужден ответить. Нет, это не реклама. Если Melodics предлагает вам все готовое, то с Synthesi придется повозиться. Главная проблема в том... Что когда вы хотите что-то сыграть на Synthesi версии 10.3, то вы столкнетесь просто с чудовищной задержкой. А если на Synthesi версии 10.5, то просто с гигантской задержкой. Естественно, ни то, ни другое не имеет ничего общего с обучением. Но вопрос тогда, почему я вам ее рекомендую? Да потому что форумы лечат все, но об этом позже. В Synthesi есть несколько действительно неплохих режимов занятий. Например, самый нубский. Это когда вам не нужно подстраиваться под песню, а песня будет подстраиваться под вас. То есть, пока вы не нажмете нужную клавишу, воспроизведение не начнется и не продолжится. И это возможно как для левой, так и для правой, так и для обеих рук. Ну, кроме всего прочего, еще можно менять темп, включать-выключать метроном. И давайте все-таки от этого перейдем уже к недостаткам. И давайте не будем забывать, что все-таки в первую очередь это караоке. И в один прекрасный момент я поймал себя на мысли, что долблю уже простенькую песню 30 минут, но не могу сыграть ее без вот этих дурацких падающих ноток на экране. Так что сыграл в Synthesi, сыграй без нее, чтобы хоть что-то запомнить. А лучше, если ты будешь проговаривать название каждой ноты, играя в Synthesi, ну, на которую ты нажимаешь. И это рекомендация от моего преподавателя. И, кстати, если вы действительно хотите научиться играть на фортепиано, то живого, настоящего преподавателя вам не заменит ни одна программа. Synthesi – это хороший способ тренироваться дома. Но базовым вещам, вроде того, как правильно держать руки, вас она не научит. За этим вам в любом случае стоит обратиться к преподавателю. И давайте поговорим об остальных минусах Synthesi. Ее самый главный минус – это Windows. А именно, встроенный в Windows стандартный MIDI-синтезатор. Именно он создает эту безумную, чудовищную задержку. Какой из этого выход? Найти сторонний бесплатный MIDI-синтезатор и скачать для него бесплатную SF2 библиотеку и радоваться жизни. На поиск этого решения у меня ушел целый день. И большое спасибо вот этому сообщению на форуме и вот этому прекрасному пользователю, который все это подсказал, потому что это реально, это прекрасно. То есть, если вы никак не можете настраивать стандартный MIDI-синтезатор, то в этом стороннем сенте вы можете выставить задержку и можете выставить любой банк. Там есть еще какие-то настройки, но, в общем-то, я на них не обратил внимания. Я просто выставил почти минимальную задержку и начал радоваться, безумно радоваться тому, что я могу играть в синтезе. Потому что, естественно, с такой безумной задержкой, которая была до этого, ни о каком обучении речи идти не могло. И это был основной плюс мелодикса, то, что он способен работать с ASIO, не просто с директ-саундом, а с ASIO. И там не было никакой этой дурацкой задержки. Но получилось так, что сторонним MIDI-синтом мы перекрыли вот это самое главное, самое главное отличие мелодикса и синтезии с моей точки зрения. И все полезные ссылки я оставлю в описании. И самое главное, что синтезия это комьюнити. И на просторах YouTube и прочего интернета вы найдете кучу платных и бесплатных MIDI-шек, которые вы сможете скачать, загрузить в синтезию. И по ним заниматься. И на этом у меня все. Ставь лайк, если прямо сейчас пойдешь, скачаешь синтезию и пройдешь свой самый первый урок. И ставь три лайка, если ты уже все знал, что я сегодня сказал. И благодаря синтезии ты закончил экстерном консерваторию. И снова напоминаю, что у меня стартовала новогодняя распродажа, в которой вы за 3390 рублей получаете клауд-курс. Я хочу бить 2.3. Одну консультацию в скайпе, вторую консультацию в скайпе. И подробнее про клауд-курс. Он состоит из трех частей. Все три части от Адая по Трилу, по Клауду и по Трэпу. Также к курсу приложен видеокурс для начинающих. Все ссылки на ВСТ, все материалы из курса. Чтобы заказать все это добро, напишите мне. Ссылка на меня в описании. Напишите мне прямо сейчас. Воспользуйтесь новогодней распродажей. И на этом у меня все. Лайк, если понравилось. Дизлайк, если неинтересно и не понравилось. Посмотри, обязательно посмотри другие видео на этом канале, потому что они не менее, а то и более интересны. И, как обычно, колокольчик, подписка туда-сюда. Всем пока. С вами был Стас. Увидимся в следующем видео.